Привет, друзья и подписчики моего канала! Вас приветствует Ольга в своем деревенском дневнике очень многодетной мамы. Сегодня я вас встречаю в своем козовнике, потому что у меня есть для вас объявление. Мы решили продать свою дойную козу. Это Джульетта, это 87% нобийка, луна пятнистая. И сейчас у меня идет дойка. Это доильное помещение сделано для того, чтобы козы стояли на пьедестале, чтобы не гнуться, чтобы было удобно. Чтобы они кушали в это время, у каждого своя кормушка перед мордой. И в это время можно дать покушать им, проколоть витамины необходимые, подоить козу. При этом они друг другу не мешают, потому что у них сделаны перегородки. И система такова, доильного станка, что голову назад она уже не может откинуть и не может сбежать отсюда. Но доить здесь вручную удобно, конечно, но не совсем. Удобнее, конечно, этот доильный станок для того, чтобы все-таки подсоединять доильный аппарат. Потом у моих коз у всех разные вымя. У кого-то, как у, например, Индианы, у нее соски в разные стороны. Ее вообще неудобно доить двумя руками. Вот. Один сосок чуть меньше, другой чуть больше. Ну, для того, чтобы купить доильный аппарат, нужны средства. Сейчас у нас все средства уходят и на сено, и на стройку. Вот. Задумали мы сюда проводить воду. Оказалось, это тоже достаточно затратным, значит, таким мероприятием. Посчитали, подумали, что все-таки сейчас самое время продать дойную козу, пока она еще доится, пока она еще не ушла там в запуск. Ну, чтобы клиенты, которые захотели бы ее купить, могли попробовать ее молоко. Вот. Коза сейчас, конечно, дают не очень много, потому что она уже давно окатилась. Это первокотка. 87% нубийка. Покупали мы ее в хозяйстве стрелецкие козочки в прошлом году. У меня есть видео на канале, можно сказать, от рождения этой козы. В декабре ей будет 2 года, этой козе. Она первым окотом дала очень много. Она такое вымя у нее развитое, хорошее. Очень удобные соски, чтобы доить вручную. Вот. И при этом она окатила 2 козлят. Выбрали мы первокотку Джульетту, потому что у нас уже есть еще... Потому что у нас есть еще одна первокотка. Это карамель. И она, наверное, даже чуть меньше дает, чем Джульетта молока. Но у нее такой цвет, который очень любит мой муж. Классика. Луна пятнистая, ему не так нравится, как коричневая. Поэтому он мне не разрешил ее продавать. Я бы могла бы обоих продать, если честно. Мы себе в этом году оставили молодняк. И у нас подрастают 3 девочки. Еще есть стопроцентная нубиечка. И, в принципе, мы бы хотели со временем перейти на чистокровных нубиек. Поэтому от процентных коз мы в любом случае будем постепенно... Ну, как бы потихонечку мы их будем продавать. Просто не всех сразу. Может быть, как-то со временем будем решать, кто будет первый, кто последний, кто потом. Сейчас мы на данный момент продаем Джульетту. Поэтому, конечно же, если есть желание купить нубийскую козу из нашего хозяйства, вы всегда мне можете написать на WhatsApp. Пожалуйста, пишите свои предложения. Спрашивайте про цену. Можете любые подробности, любые документы спрашивать по этой козе. Потому что коза у нас зарегистрирована на сайте козоводства. Есть полная справка о происхождении, что, откуда и куда. Родители у нее очень удойные, очень хорошие. Хозяйство, откуда мы его покупали, достаточно известное. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь в личку. Ну, а я сейчас додаю коз, и мы с вами эту козу разглядим получше. Пока у меня дуются коровы, пытаюсь одновременно доить коз. Конечно, когда, дай бог, будет вакуум-провод и будет доильный аппарат, это будет все происходить гораздо быстрее и проще. Руки, руки, для дойки, конечно, надо беречь. Я хочу сказать, что я даю всего лишь, сколько у нас получается сейчас, 4 дойные козы. И то они у меня устают руки. А что будет, если у меня будет 10 коз дойных? Конечно, нужен доильный аппарат. Ну, а сейчас не об этом. Додаиваю коров, додаиваю коз. И встречаемся с вами на выгуле. Сейчас я выведу козочку на улицу, чтобы вам было более наглядно посмотреть на нее. Надеюсь, что скоро найдутся ее новые хозяева. Потому что нам, как говорится, с нашего хозяйства тоже надо денежку зарабатывать. И сейчас очень много средств уходит, опять же, на стройку, которую мы еще не завершили. Даже то доильное помещение, в котором я сегодня была и немножко вам показала. Простите, что не делаю обзор его со всеми размерами, параметрами. Но мне хотелось бы его завершить. На данный период мы запланировали проводку воды. То есть в этом помещении будет вода, чтобы мылись доильные аппараты, чтобы мылась вся ветошь, ведра, чтобы это все не таскать домой. Потому что это достаточно проблематично. Имея столько деток дома, которым тоже всегда нужна ванна, вода, еще тащить с собой все эти доильные аппараты и принадлежности доильные, очень все это совмещать тяжело. Поэтому прокопка воды будет обязательно. Нам надо обязательно успеть до зимы. Сейчас уже какой-то сезон дождей у нас начался, нас это тормозит. И как только будет хорошая погода, мы сразу же займемся водопроводом. На это, естественно, нужны средства. Мы со своего хозяйства частенько продаем молодняк. То есть это могут быть козлята, поросята, телята. Вот она наша Джульетта. По-моему, очень красивая и хорошая козочка. Коза, 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 козочка. Коза, 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 козочка. Коза, хорошая девочка, хорошая. Хорошая, красивая Зана Нубийка. Поэтому всем желающим приобрести нашу красоту, обращаться, пожалуйста, в WhatsApp, который вы сейчас видите на экранах, писать, пожалуйста, только по делу. Козочка находится в Тамбовской области. Доставку мы не осуществляем. Поэтому рассчитывайте свои силы по километражу. Коза не маленькая, но в машину еще вполне может влезть. На какой-нибудь, например, Ларгус или Ниву. Джульетта окатилась первый раз у нас в хозяйстве. Приобретали мы ее совсем маленькой. Выпаивали долго молоком козьим. Мы ее выпаивали козьим молоком до 4 месяцев. Начали сразу давать комбикорм. Комбикорм она и сейчас скушает хорошо. Удой у этой козочки на пике почти были 3,5 литра. Козочка первокотка. Спокойная, общительная, не орет лишний раз. Вот сейчас вы видите, я ее вывела одну без стада других коз, и она совершенно не волнуется. Находится около меня и не переживает. Джульетта абсолютно здорова. Мы сдавали анализ крови. А также наши козы сезонно проходят дегельминтизацию. Пойдем, моя дорогая, домой. Пойдем, дорогая, пойдем к своим подружкам. Пойдем. Козочка совершенно неприхотлива в еде. Пасется со всеми остальными. Не дерется. Она обезрожена была в раннем детстве. Поэтому рог у нее никогда не будет. Не конфликтная. В общем, достоинств у этой козы много. Впрочем, как и у всех остальных моих коз. У меня только самые лучшие. Но иногда приходится расставаться. Эй, козы. Козы, 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 козы. Козы. Пойдем. Надеюсь, вам понравилось это видео. Дорогие друзья, если да, то ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите мне в WhatsApp, в личку. Обсудим с вами все вопросы. Всего вам доброго. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok